Субтитры делал DimaTorzok Шокеры Шокеры это такая хорошая вещь для самообороны Очень показательно, что у меня их даже нет И мне нечего вам показать В свое время у меня шокер был Мне довелось его пару раз применить Я понял, что вещь эта абсолютно бестолковая Продал его, живу спокойно На данный момент шокеров у меня нет И показывать мне вам нечего Но есть у шокеров и плюсы Для того, чтобы противника вывести из строя Лишить боеспособности и как-то Не знаю, одолеть совсем Шокер не годится Но он хорош для того, чтобы, во-первых, произвести психологический эффект Отпугнуть Как-то, если противник и не собирался на вас нападать То убедить его в этой мысли, что лучше не надо Лучше не надо, мужик А еще шокерам очень хорошо рвать захваты Именно поэтому шокер это отличное средство самообороны для девушек На которых нападают не с целью их забить, завалить, там сломать позвоночник, не знаю, и запинать насмерть А с целью либо ограбить, либо изнасиловать То есть не причиняют какого-то серьезного вреда И не нападают на них сразу, как на мужика То есть их хватают и куда-то тащат Вот в таком случае девушка может шокером ткнуть в руку И дальше уже сплошная биология с анатомией Рука, в которую ткнули шокером Она сразу разжимается Есть возможность вырваться и убежать Ну или вырваться и контратаковать, не знаю Использовать какое-то другое средство самообороны Другое, гуманное То есть шокер он тоже заслуживает своего, как сказать, своего места Своей ниши среди средств самообороны Он абсолютно легален По крайней мере те, которые у нас свободно продаются Есть послабее, есть посильнее Ну вот есть приличные шокеры, которые дернуть, в общем-то, могут достаточно серьезно Я не говорю про то, что они свалят с ног Противник будет пускать пену и биться в конвульсиях Это киношная хренотень Чтобы такой эффект был, шокер, во-первых, должен быть очень мощный А во-вторых, его надо использовать сзади, куда-нибудь в район позвоночника Когда противник на вас нападает, у вас такой возможности практически нет Отдельным стоят пунктом стреляющие шокеры Но это не такая эффективная вещь, как все думают Просто очень много на ютубе всяких видеороликов с этими самыми тазерами Со стреляющими шокерами, где вот стрельнули, он задергался, упал и все И ничего сделать больше не смог Обратите внимание, что на большинстве этих роликов стреляют опять же в спину, в область позвоночника И как раз к человеку, который находится спиной к стреляющему А когда он стоит к стреляющему лицом На тех же самых видео очень часто случаи, когда он эти провода из себя просто выдергивает И все становится очень печально Стреляющий шокер штука ненадежная Когда на вас нападают, когда с вами как-то уже вовсю дерутся Его применение представляется затруднительным Есть, кстати, шокеры-дубинки Которыми можно, помимо использования их как шокера, использовать их как дубинку Ну, про эффективность дубинок мы тут уже говорили Но при этом она будет еще шокер Круто Так, ладно Хватит говорить про всякую хреновину Остало время серьезных вещей и серьезных действий Как мы знаем, в нашей стране Гражданского оборота короткоствольного нарезного оружия, пистолетов Короткоствольного, гладкоствольного, то есть любого огнестрельного оружия Которое стреляющее твердые пули, имея короткий ствол Гражданского оборота этого у нас нету То есть полноценный пистолет гражданин у нас купить не может Для самообороны, как в Америке И многим этого очень не хватает Некоторые люди страдают Ааа, почему мы не можем купить боевой пистолет? Ребята, а нужен ли он вам? Нет, серьезно Для самообороны У нас есть возможность покупать травматическое оружие Ствольное и бесствольное В данном случае вот этот вот замечательный представитель Это, пожалуй, один из лучших травматических пистолетов, которые у нас можно найти Это Гроза 0.31 Один из самых мощных Один из самых крепких К сожалению, один из самых дорогих На данный момент уже сняток с производства Но свет клином на нем не сошелся Есть много еще интересных образцов Травматическое оружие Вполне способно человека убить Требует серьезного отношения Требует лицензии Требует того, чтобы вы раздружились с горячительными напитками Потому что в пьяном виде его носить нельзя На самом деле в пьяном виде, вот из того, о чем мы говорили, носить ничего нельзя Если вы под градусом И у вас найдут вот такой вот простенький ножик То вам будет поражение в правах Хотя, если бы вы были трезвые Вам бы ничего не сказали Потому что пьяному человеку Нефиг носить с собой всякие опасные предметы Я с этим абсолютно согласен Меньше надо пить и все будет хорошо Возвращаясь к теме пистолета Хорошие травматы Вполне способны причинить врагу очень серьезный урон И для самообороны их вполне хватает Заблуждение, что это резинострел Там как их еще называют Там всякими непристойными словами Вот, то есть это Да, шарик резиновый Да, он легкий Но он летит на скорости весьма немаленькой И способен пробить там, не знаю 20 миллиметров сухого дерева Это вполне показательно Для того, чтобы поразить противника Поразить его даже, в общем-то, серьезно Нанести ему серьезный вред здоровью Вплоть до смертельного У вас таких выстрелов Может быть по закону до 10 В некоторых случаях и больше Но только в тире Вот Для самообороны Травматического пистолета вполне хватает Опять же Случай из, так сказать, опыта Общения с людьми Не так давно обращался с очень альтернативно мыслящим человеком Который говорил, что Вот у нас в стране правительство боится людей Не разрешает оружие Вот, что у нас только травматические пистолеты Что им от боевого пистолета ты не защитишься Ну-ну, да На 2 метра дистанции без разницы Что в лоб прилетит Там, не знаю 100 джоулей, 200, 300 По-любому вы продолжать бой уже не сможете И что сделают с вашим телом Это уже на совести противника остается То есть Хитшот из такого пистолета с 2 метров Из боя выводит гарантированно А2 хитшот, А3 Да, да, да Мы знаем, знаем, знаем Что по закону Стрелять из него в голову нельзя А когда у вас будет случай Когда вас действительно будут убивать Там, да, как-то грабить Не знаю, что-то с вами непотребное делать Вы не будете думать о законах Честно, не будете думать Вы будете думать о том, как себя спасти И возможность для этого у вас будет Опять же Это точно так же, как нож Средство крайней необходимости И когда можно обойтись без этого Надо обходиться без этого Это не то же самое, что дать пендаля Этим не надо учить Недобросовестных водителей На дороге, там, не знаю Собачников, выгуливающих Овчарку без намордника Это оружие Это вещь, требующая серьезного отношения Использовав его Для самообороны Вы вполне возможно Понесете за это ответственность По закону Использовав травматический пистолет Вы должны сразу Сообщить об этом в полицию В этот случай зафиксировать Я все правильно говорю Зафиксировать Не нулевая вероятность Что вас спасает Увы Потому что опять же Вам будет трудно доказать По делу вы его использовали Или не по делу Поэтому бескрайние необходимости Лучше не использовать Печально И если вы покупаете Сетравматический пистолет Травматический пистолет Надо покупать хороший Чтобы он действительно был мощный Чтобы он действительно был эффективный Не надо покупать Наши отечественные макарычи С давленными стволами Потому что из них Только кошек воспитывать Их выстрела Для того чтобы остановить Противника Недостаточно Если у вас мало денег Купите АСУ лучше АСА это как удар молотком Там немножко другой принцип воздействия Но из нее вы точно не убьете Например Если хочется Чтобы оружие было Похоже на настоящий Производило психологический эффект Поймите у нас не то время Сейчас немыслимое количество Пневматики Аэрсофта Всякой ерунды Игрушек Которые один в один Повторяют боевое оружие Внешнего вида Никто не боится Когда вы из него Выстрелите Пятьюдесятью джоулевым шариком У вас получится Пук Он отскочит От кожаной куртки Не сделав даже синяка Вам будет обидно Поэтому травматический пистолет Если вы покупаете Покупать надо серьезно И не жалеть на него денег В частности Можно купить Из того что сейчас продается Grand Power T12 Револьвер Гроза Их еще выпускают Не пистолеты А револьверы Есть еще такой пистолет Vendetta Если мне память не изменяет Он достаточно мощный Вот Ну В общем то Почитать в интернете Посмотреть отзывы Я думаю Там разобраться не проблема Но помните Что это ответственность Не такая как нож Но очень-очень близко И надо очень сильно думать Когда вы это применяете И для чего Потому что реально Сделать труп Даже выстрелом в корпус Пробить легкое Повредить сердце И вот тот человек Который говорил мне Что травматическое оружие Для самообороны Неэффективно Как он это сказал Вот выйдет против вас человек С боевым пистолетом Макарова Вы его травмируете А он вас убьет Ну что с дурака Взять Травмируете То есть Когда вы ему пробили Дырку Резиновым шариком А он вам пробил Такую же дырку Свинцовой пулей То получается Что он вас убил А вы его только травмировали Все зависит не от того Чем пробивают дырку А насколько она глубокая И в каком месте Травматического оружия Для самообороны достаточно Боевые пистолеты На улице Вам не нужны Я не говорю Что они вам не нужны Совсем Просто для души Для охоты Для тира Но если бы у нас их легализовали Я думаю Это было бы не так плохо Но я не жажду этого Как некоторые Потому что у нас Доступные вещи Намного более интересные Та-дам Итак От резина стрельного Переходим к серьезному Как там кто-то сказал Правительство У нас людей боится Оружие нам не дает Угу Помповое ружье 12-го калибра Винчестер Дефендер 1300 Семизарядный С пистолетной рукояткой Так называемый Круизер Удобно носить Удобно возить Удобно стрелять Ну Что из себя по энергетике Представляет 12-й калибр Вы я думаю Представляете И последствия Его использования Для самообороны В некоторых случаях Могут быть Для вас С точки зрения Закона Весьма печальные Потому что это будет труп Без вариантов Есть травматические патроны Для 12-го Для гладкоствольного Это фигня Травматический пистолет Сильнее Для оружия Травматические патроны Предельно ослабленные Останавливающих действий У них как такового нет Увы Пробовал Проверял Знаю Можете мне верить Если дошло дело До самообороны Дробовиком Стрелять над нормальными Патронами И четко понимать Что вы кого-то мочите То есть это вещь Без полумер Актуально При защите жилища От агрессивно настроенных Врагов Которые к вам В жилище рвутся Кстати важный момент Не надо выходить К ним на встречу С этим оружием Не надо встречать их На подходах Надо ждать Когда они ворвутся Потому что тогда Вы будете в своем праве А если вы вышли Совершили вылазку И атаковали их На подступах То вы уже Преступник Да Дробовик хорош Для защиты жилища Для защиты Дачного Домика Участка Автомобиля Его можно возить В машине На дороге Чувствовать себя защищенным Носить по городу Его для самообороны Мягко говоря Глупо Во-первых Нафиг вам такая Огневая мощь Во-вторых Он просто здоровый И тяжелый По закону Кстати Носить вы его Не можете Вы его можете Только транспортировать Чем отличается Ношение транспортировки Что транспортировка Он у вас значит В чехле И не заряжен Ну какой может быть Чехол И как быстро Можно зарядить оружие А тут дискуссия Бесконечная Но факт Что все-таки Вы его не несете Для того Чтобы кого-то застрелить Кстати Опять же Немаловажный момент Обращаю внимание Что Хоть и носить Для самообороны Длинноствольное Охотничье оружие Нам нельзя Но использовать Для защиты Собственной жизни Здоровья Имущества А также В случаях Крайней необходимости Мы имеем Право Любое оружие Находящееся У нас На законных Основаниях Вот это Такой Тонкий Момент В законе Который Как я Неоднократно Убеждался Даже не все Полицейские Знают Один из них Мне Со святой Уверенностью Доказывал Что защищаться Дробовиком Вы имеете Право Только в охоту Водьях Это бред Защищаться Дробовиком Вы имеете Право Где угодно Но носить Его по улице Для самозащиты Вы формально Не можете Но вы можете Например Ехать на охоту Когда на вас Напали Вопрос Зачем вам На улице Для самозащиты Дробовик Не Не Ну серьезно Это актуально Только в том случае Если на вас Нападают С огнестрельным оружием По вам Тоже Начинают Стрелять То есть Например С дробовиком Можно легко Отбиться От человека С пистолетом А если повезет То даже От человека С автоматом Или тоже С дробовиком От человека Который Хочет вам Набить морду За то Что вы ему Не дали Закурить Дробовик Вам не нужен Вот честно Поэтому В нашем списке Средств самообороны Он Занимает Какое-то такое Особое Немножко абстрактное Место Кстати Дробовик Может быть Не только Помповый Надежным Средством Самозащиты Является Курковая Двустволка Как в старые Добрые времена На диком западе Или Ой Сейчас достанем Или Нечто Вот такое РПО 205 Родной Любимый Как его целиком В кадр Показать Не влезает Это к тому Что у нас Правительство Людей боится Да Оружие Нам не дает Какие там Пистолеты С этим Пистолета Не надо В подавляющем Большинстве Цивилизованных Стран Практически Во всей Европе Такое Оружие Гражданскому Обороту Запрещено Полуавтоматический Штурмовой Дробовик С коробчатым Магазином Чудесная Вещь У нас Это охотничье Оружие Но его Можно купить Для самообороны Да Для защиты Дома Вопрос Только от Кого Я не знаю Чтобы для самообороны Держать Такую снасть К вам Либо Враги Должны Идти Толпами Я не знаю Зачем Толпа Не знаю Какие-то Немыслимое Количество Причем Вооруженное Желательно Либо К вам Должны Лезть Я не знаю Киборги Терминаторы Какие-то Не знаю Какая-то Криптофауна Не знаю Чужие Зомби Это вещь Абсолютно Излишняя В плане Самообороны Это сеятель Смерти Такой Ну я не знаю Абсолютно Немыслимый Но по закону Его купить Можно И носить Транспортировать Тоже можно Но это страшная Вещь Абсолютно И отбиваться На улице Им от гопников И Естественно Не будете Нет Если вы будете Вы сумасшедший человек Вам не должны давать оружие То есть Опять же В нашем списке Средств самообороны Он занимает место Условное И добавлен сюда Более для шутки Продолжая Тему Кстати Того Что у нас Правительство Боится народа Можно вспомнить О том Что у нас К гражданскому обороту Разрешены Нарезные винтовки Всяких Разных Калибров Практически Без ограничений Они тоже Являются Охотничьим Оружием Для этого Надо 5 лет Стажа Охотничьего Гладкоствольного И покупайте себе Все что угодно Хоть Сака ТРГ Для самообороны Это вещь Абсолютно Ненужная Ну Серьезно Это самооборона От фражеского Снайпера На 150 200 300 И более Метров Да Не знаю Самооборона Начинается На дистанции Когда вам Могут Угрожать Из этих штук Можно стрелять На дистанции На которые Вас даже Не видят Без оптики И вот Кто у нас В стране Государство Кого оно У нас Боится Если разрешает Нам такие вещи Никого У нас Не боится Наше государство Наше правительство Оно нас Очень любит И все нам Позволяет Потому что Если кто-то Вдруг Соберется Творить Что-то Незаконное Он пойдет На дело Не с пистолетом Возьмет Винтовку Поставит На нее Оптику У нас Это можно Легально Приобретать И владеть Далеко Не во всех Странах Это можно Не так У нас Все плохо Ой Ладно От страшных Историй Перейдем К суровым Реалиям И надо Потихоньку Закругляться А то уже К часу Времени Приближаемся С этими Нашими Лекциями Собственно То ради Чего Я все Это Начал Специально Оставил Под конец Самое Лучшее Средство Самообороны То что Должно Быть У каждого То что Обеспечит Вам Безопасность И не Организует Вам Поездку У места Не столь Отдаленные За государственный Счет Слезоточивый Газ Средство Многими Очень Сильно Недооцененное Многие Думают Что газовый Баллончик Серьезно Настроенного Врага Остановить Не способен Я не буду Ступать В дискуссии Я таким Людям Предлагаю Этот баллончик Просто Купить И Пшикнуть В себя И Посмотреть Те Кто Это Сделали Обычно Спорить Уже Перестают Слезоточивый Газ Средство Самообороны Крайне Эффективное Надежное При этом Не причиняющее Врагу Никакого Вреда Ну За редким Исключением Если он Не знаю Страдает Бронхиальной Астмой В тяжелой Форме Или у него Не знаю Изношенное Сердце Которое От такого Экстрима Перестанет Работать Но такие Люди Обычно На улице На нас Не нападают Поэтому Можно быть Спокойным Слезоточивым Газом Надо уметь Пользоваться Баллончики Бывают Разные Бывают Струйные Бывают Пенные Бывают Аэрозольные Насчет Разницы Какой Лучший Который Как действует Распространяться Не буду Это уже Тонкости Сам Предпочитаю Аэрозольные Потому что Они Наиболее Простые В применении Ими проще Всего Попасть Как Пользоваться Баллончиком Да Как его Использовать То есть Это Не как Вот Некоторые Думают Так Апшик Шик И все И все Упали И заплакали Нет Надо его Брать И заливать Как будто Вы красите Стену То есть Лить Врагу На физиономию Эту дрянь Пока он У вас Не выйдет Из-под Струи Налить Как можно Больше Как можно Более Близкого Расстояния Вот тут На баллончике Написано Кстати Меры Предосторожности Не применять Ближе Одного Метра Переводя С русского На русский На расстоянии Ближе Одного Метра Он Наиболее Эффективен Кыш Никакой Ответственности За это Нет Никто Не докажет Что вы Применяли Ближе Одного Метра Я вам Больше Скажу Расстояние Больше Одного Метра Его Применять Нет Смысла Но Опять Заливаем Обильно И Где-то Через Секунду Врагу Уже Не До Нас Полончики Бывают Разные Бывают Перцовые Бывают Химические С различными Компонентами Перец Действует Быстрее Имеет Большую Имеет Меньшую Задержку Химия Имеет Большую Задержку В некоторых Случаях Там С особо Упившимися Врагами Там Не знаю Более 10 секунд Может быть Перец Действует Не на Всех К нему Может Нарабатываться Толерантность Так же Как к Острой Пищи Химия Действует Практически На Всех Самый Лучший Баллончик Сочетающий В себе Перец И химию Одновременно Химия Самая Злая СЕР Но Сейчас С ним Баллончики Практически Не делают СЕС Тоже Нормально Соответственно Чем Больше Концентрация Тем Лучше Чем Больше Выход Вещества В единицу Времени Зависит От клапана От размера От давления Тоже Тем Лучше Эффективное Надежное Средство Самообороны Не причиняет Никакого Вреда Позволяет Лишить Противника Боеспособности И Уйти Или Не Уйти Ладно На этом Закон Под занавес Могу сказать Что Мое мнение Каким бы Профессиональным Оно не было Оно остается Всего лишь Моим мнением И Как мнение Любого человека Не может быть Стопроцентной Истиной В последней инстанции В чем-то Я могу ошибаться В чем-то Могу Представлять Альтернативную Точку зрения То Нарушать Законы Я вас Не призываю Давайте К друг другу Относиться Хорошо Любить Друг друга Не причинять Друг другу Вреда Жить По совести Тогда и Самооборона Нам будет Не нужно Все До свидания